Легенда о страшной Волге А когда она в отреставрированном состоянии, то просто глаз не оторвать. Сразу мысль, сколько же у человека ушло сил, чтобы восстановить эту легенду. Для тех давних времен авто было вполне комфортно. Высокая посадка, кузов на удивление живучий, и даже машины настоящего времени позавидовали бы такому металлу. Обзор с места водителя неплохой, но к нему нужно привыкать. Передний диван сплошной, как у американских авто, а коробка автомат просто шаг вперед на то время. Автомобиль очень прожорливый, на бензин уходит немало средств. Стоимость автомобиля копеечная за кучу железа, или заоблачная за отреставрированный вариант. Салон просто громадный, как и сам багажник. В общем, автомобиль – настоящая мечта советских граждан. В Советском Союзе существовало много городских легенд про черный ГАЗ-21 «Волга». Многие люди не могли позволить себе обычный автомобиль. Что уж говорить о «Волге», которая пользовалась популярностью у чиновников и приближенных к ним людей. Истории явно отсылают к эпохе сталинского террора, когда черные автомобили спецслужбы НКВД под утро приезжали арестовывать реальных и, как правило, мнимых противников режима. И потом их действительно уже больше никто никогда не видел. Таинственная машина ездила по улицам советских городов и похищала детей. Вот что говорила об этом мать моему знакомому из Москвы. Моя подруга Лида рассказывала мне, что один мальчик шел по улице, и рядом с ним остановилась черная «Волга». Приоткрылось окно, и оттуда показалась черная рука, которая протянула ему мячик. Мальчик хотел взять его, но его затащили в машину, и больше его никто никогда не видел. К рождению этой легенды также мог иметь отношение Лаврентий Берия, всемогущий глава НКВД, который после смерти Иосифа Сталина проиграл в борьбе за власть, а затем был казнен как западный шпион и вредитель. Для удовлетворения сексуального аппетита Берия выбирал девушек и женщин на московских улицах. Как писал в воспоминаниях Дмитрий Шипилов, который многие годы входил в Центральный комитет партии, когда Берия ехал из Кремля домой, он не раз приказывал своим охранникам затаскивать в машину понравившуюся ему девушку, которая шла по тротуару. «Этого не отрицал и сам Берия. Иногда я посылал своих людей за девушкой, чтобы они узнали ее адрес, познакомились с ней и, возможно, привезли ко мне домой. И таких случаев было множество», — говорил сам Берия во время судебного процесса. В это, конечно, можно верить или нет, ведь никто достоверно не знает, что Берии, человеку, который отправил на смерть сотни тысяч, если не миллионы человек, пришлось испытать в предварительном заключении. В разных регионах от Восточной Европы до Дальнего Востока ходили различные легенды про Черную Волгу, и ее истоки были тесно связаны с исчезновением людей. Черная Волга кружила по улицам и похищала всех подряд. Некоторые сообщали, что водитель Волги останавливался и спрашивал у прохожего, который сейчас час. Как только мужчина или женщина подходили ближе, двери автомобиля распахивались и человека затаскивали внутрь. Иногда сообщалось о том, что автомобиль просто появляется из ниоткуда, похищает детей и исчезает. Интересно то, что описание этого автомобиля разнилось от региона к региону. Некоторые говорили о наличии белых деталей Черной Волги, где-то она была уже красного цвета. А кто-то утверждал, что видел автомобиль с рогами вместо зеркал заднего вида. Интересны субъективные впечатления, описывающие этот страшный автомобиль. И, кстати, они многократно повторялись, косвенно подтверждая реальность данной легенды. Черная Волга имела белые шторы на окнах, передвигалась на белых шинах и, конечно, не имела никаких номерных знаков. Человеческое воображение дорисовывало тех, кто мог пользоваться этим страшным транспортным средством. Среди них назывались, почему-то в одном ассоциативном ряду, священники или монахи, евреи, агенты КГБ или коммунисты из ГДР. А также логично сюда причислялись вампиры и сатанисты. Самое страшное в этой истории было то, что автомобиль появлялся на улицах после наступления темноты, а сам водитель этой Волги похищал детей, забирал их кровь для лечения богатых немцев, умирающих от лейкемии. Родители использовали эту легенду для того, чтобы пугать своих детей, которые не должны были гулять по ночам. Я же в свое время слышал тоже страшные истории про Волгу. Правда, они уже были про модель ГАЗ-2410 белого цвета. Впервые это было в конце 90-х годов. В эфире Радио России выходила передача, в которой рассказывали про необъяснимые явления нашей жизни. Суть рассказа про автомобиль сводилась к тому, что изначально этим владел некий бандит, грабивший и убивавший людей. Ночью где-нибудь на шоссе он парковал на обочине свой автомобиль, включал аварийку и голосовал проезжающим машинам. Остановившихся водителей и пассажиров он жестоко убивал, после расчленял их, складывал в багажник и выбрасывал в овраг. Деньги и цены вещи забирал себе, а машины сжигал. Хозяина после застрелили в бандитской разборке, а машина после этого частенько фигурировала в ДТП и всегда становилась причиной страшных аварий. Автомобиль сменил более 20 хозяев, которые погибли либо получили страшные увечья. Последний владелец дал ее в утилизацию, но она странным образом оттуда пропала, после чего ее часто видели в разных областях России. Далее расскажу о том, что говорили про нее владельцы. Чтобы вы понимали, в те времена денег не хватало не то, что на поездки или новую одежду, но даже на продукты первой необходимости. Зарплату не платили, вместо нее выдавали талоны на одежду, мебельные стенки, кухонные столы и лавки. Я тогда работал учителем информатики, жена преподавала иностранные языки, приемный сын уже вовсю уплетал каши и постоянно рвал штаны на коленках. Купить машину было почти невозможно. Выручило то, что нам с женой на свадьбу родственники с друзьями подарили некоторые деньги, что и позволило нам на авторынке купить белую «Волгу» с пробегом, но в приличном состоянии и недорого. Чтобы заработать хоть какие-то деньги, приходилось таксовать бомбилой в ночь. Случаев разных было немало, но вот этот запомнился особенно. Как-то раз после полуночи меня остановил солидного вида детина с дамочкой легкого поведения. Предлагали немалые деньги, обещали показать дорогу и я согласился. О чем они разговаривали на заднем сиденье я не вспомню. Добрались до места, пассажиры расплатились, вышли, захлопнули дверь. Места для меня были незнакомые, и я начал вспоминать, как мы сюда добирались. Я выехал на перекресток и повернул направо, после начал включать вторую передачу. Чувствую рукоятка рычага в чем-то липком. Зажег свет в салоне, а у меня рука в крови. Я думаю, мол, где я тут мог порезаться. Поднимаю глаза и вижу в зеркале заднего вида на заднем сидении девушку, которая только что вышла с кавалером. Бледную, полураздетую. В животе глубокая рана. Кровища хлещет той, мама, не горюй. И говорит она мне, что же ты меня, дяденька, с душегубом отпустил. У меня глаза округлились. Я оборачиваюсь назад, а дальше удары ничего не помню. Очнулся в больнице. Рядом жена плачет. Говорит, за ночь все службы обзвонила. Четыре ребра сломал. Сотрясение и много ушибов и царапин было. Оказалось, на скорости почти в 120 км в час на меня вылетела иномарка с пьяным водителем, который погиб на месте. Машина его была в дребезги. На моей же «Волге» правая фара разбита и несколько царапин. Когда вышел из больницы, машину продал, а бомбить перестал. Жизнь дороже любых денег. Хозяева «Белой Волги» говорили, что часто видели краем глаза незнакомых людей, сидящих в машине. Чувствовали запахи мяса, слышали голоса. Молодая семейная пара вместе с дочкой ехала по магистрали в Челябинск на злосчастной машине. «Ясный день, видимость идеальная». Жена заметила, что девочка с кем-то разговаривала на заднем сидении. «Деточка, с кем ты говоришь?» «С тетей и дядей». «Они сказали, что подарят мне большую куклу». Она посмотрела на заднее сидение. Тут их вынесла в кювет, и они врезали в столб. Муж и девочка погибли на месте. Женщину с многочисленными переломами доставили в больницу. Конечно, можно многое списать на психическое состояние жертвы. Но после этого она наотрез отказалась подходить к машине. Как ни странно, после аварии «Белый ГАЗ-2410» всегда оставался с минимальными повреждениями. Чего нельзя сказать о машинах, столкнувшихся с ним. По рассказам водителя «Красной девятки», разбившего машину в аварии с «Волгой», можно сделать вывод, что она появляется из самых неожиданных мест и бьет буквально в лоб. Важно отметить, что в момент аварии ему показалось, будто бы на переднем сидении вообще отсутствует водитель. Мой знакомый, электромонтажник Сергей, колымел в девяностые в Подмосковье и своими глазами видел «Белую Волгу», которая ехала по трассе без водителя. Его друзья рассказывали, что люди, встретившие ее, через несколько дней пропадают и более их никто не находит. Его третья жена была в ужасе от того, что он ей рассказал, так как у них тогда было двое маленьких детей. Поэтому на следующий же день они поехали в глухую деревню к бабке-знахарке, чтобы его закодировать от пьянства. ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРТВЕЦА Из множества непонятных моему серому веществу историй, особняком стоит одна. Та, которой все-таки нашлось логическое объяснение, пусть даже многие годы спустя. Вырос я в небольшом городе, что рядом с краевым центром. Квартал, в котором проходило детство, был бедным и, конечно, задиристым. Название ему 33-й, почему не знаю. Знаю лишь, что кладбище, находящееся по соседству, со временем стали называть так же. Теперь фраза «поехать на 33-й» звучит неоднозначно. Так вот, в соседнем доме жил парнишка, Серега Крадько. Он был на три года старше меня, на пол головы выше, худой как Кощей, но обладал отменной реакцией. В драке ему не было равных, все пацаны в округе его побаивались. Как-то раз, будучи 14-летним мальчишкой, он один уложил троих первокурсников ПТУ, славившихся на районе своим крутым нравом. Не нужно пояснять, что Серегу стали обходить стороной, тем страннее была наша дружба. Чего греха таить, рядом с этим пареньком я все время был как на вулкане, и не знал, чего ждать от этого сгустка энергии в следующий момент. Короче, постоянно на измене. Весной 1992-го я вернулся из армии, и первое, что мне рассказали в старом дворике, это то, что Серега нелепо погиб. На продуктовой базе ворвал с друзьями арбузы, дело было осенним вечером, и когда он с арбузом в руках перебегал дорогу, из сумерек вылетел рейсовый автобус. Где голова, а где арбуз, понять на первый взгляд было невозможно. Известие сие меня нешуточно огорчило, даже больше, чем я мог подумать. Все же было в том парне что-то мощное и безбашенно храброе, чего порой так не хватает нам, таким разумным, осторожным и продуманным. Незаметно подкралась зима. В Сибири она всегда так делает. Мы с другом Михаилом, который только что пришел на дембель, гуляли по родному городу. Вечер, хлопья снега, фонари, не холодно, а главное никаких тебе, ротоподъем, смирно, упор лежа принять. Ну кто служил, тот знает о чем я. В общем был вечер, располагающий к душевной беседе. Не помню почему, но вспомнили Крадько, рассказал другу про Серегину безвременную гибель, про базу и арбуз, как вдруг выходят из темноты двое парней, примерно нашего возраста, и один из них очень напоминает мне Серегу. Мы прошли с теми двумя нос к носу, глаза у Михи стали заметно шире. Это же Крадько и есть, живой мертвец гуляет по городу, да еще с каким-то дружбаном. Молча мы прошли метров двадцать, затем не сговариваясь, повернулись, чтобы еще раз убедиться увиденному. Жмуры тоже остановились, а мертвый Сережа молча вытянул руку в нашу сторону, целясь указательным пальцем, как из пистолета. Бежали мы быстро, ну очень быстро. Думаю, если бы кто-нибудь засек результат, то планета могла узнать о новом мировом рекорде на короткие дистанции. Примерно через пятьсот метров перешли на быстрый шаг, метров еще через сто остановились и обсудили то, что только что произошло. После недолгих рассуждений решили вернуться и выяснить, сбриндили мы или ходоки с того света действительно были. Когда вернулись взглянуть своему страху в глаза, то оптимизма не прибавилось. Там, где были мы с Мишаней, виднелись наши четкие следы. Там же, где шел Сергей с незнакомцем, была белая гладь снежной равнины без намека на присутствие кого-либо. 2008 год. Игроки, известные в узких кругах команды ФКЖ, переодевались перед игрой на первенство города по футболу. У нас на той игре по ряду причин отсутствовали оба нападающих, и краем уха я услышал, как защитник нашей команды Гриша Мальцев говорит про то, как здорово играл когда-то Серега Крадько, и как сегодня он нам бы не помешал в составе. «Это да, царство ему небесное», — вспомнив историю двадцатилетней давности, сказал я. «Какое еще небесное?» — возмутился Гриня. «Жив он и здоров, в Красноярске работает». «Я был ошарашен». «Как же? Он ведь тогда на базе погиб, когда с приятелями арбузы тырил». Гриша недоумевал. «Это тебе на тридцать третьем квартале рассказали?» «Ну, хотя оно и понятно. В старом дворике, видать, до сих пор так думают». Крот тогда и правда в реанимацию попал, но выжил. А родичи его квартиру в Красноярске купили, и из больницы он, не заезжая в старый двор Железногорска, сразу в краевой центр переехал. Так ни разу на тридцать третьем и не появился потом. А соседи, видно, решили, что убитые горем родители не смогли там жить и подальше от воспоминаний тяжелых убрались. Так сплетни и рождаются. Я рассказал Мальцеву про встречу на мосту. Григорий смеялся долго и от души, а со следами все просто рассудил он. «Вы же тогда как сайгаки удирали. Значит, вес тела да на вашу скорость помножить. Отпечаток глубокий получился. А у Серого до сих пор, в чем только душа держится, строен как кипарис. Да и дружка его местного я знаю. Да ходяга тот еще. Вот их следы быстрее ваших и запорошила». По смурным сентябрьским утром я проснулся с чувством гнетущей тоски. Снова снилась тетушка, что растила меня. Уж ей точно царство небесное. Во сне ругала крепко за то, что совсем ее забыл. Ну и поехал я с другом на кладбище. Семья моя в блатных никогда не числилась, потому места у родичей не центральные, и идти до могилки прилично. И вот иду к тете любимой. Костерю себя. Года два уже не был. И мимоходом на памятники поглядываю. Как же за это время кладбище разрослось. Просто целый город. И тут я торопел. Надпись на черном граните гласила Сергей Иванович Крадько, 1969-1991. Думаю, что за бред. Гришку надо будет сюда привезти, да носом ткнуть. Позже ездили с Григорием на кладбище, но, наверное, благодаря моему топографическому кретинизму, могилу мы так и не нашли. Только дураком себя выставил. Хотя, по совести сказать, и в Красноярске Сергея давно уже никто не встречал. Субтитры создавал DimaTorzok